Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхнекамья. Сегодня понедельник, начало новой рабочей недели. В студии работает Елена Силакова. И вот главные темы выпуска. Не остановили даже пули. Сотрудники ГИБДД гнали нарушителя. Далее покажем кадры задержания. Важный день настал. Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. На каникулы актеры Березняковского драматического театра закрыли сезон. Кто стал лучшим актером и актрисой? Начнем выпуск с аварии, которая произошла сегодня в районе улицы Тельмана. Столкнулись белый Hyundai Solaris и отечественная приора. Одного из участников увезли в больницу с травмами. По словам свидетелей, водитель, управляя Hyundai Solaris, проехала перекресток улиц Тельмана и Ленина на запрещающий сигнал светофора. На высокой скорости выехала на встречную полосу и не пропустила приору, под управлением которой был молодой человек. По предварительным данным, мужчина доставлен в больницу с переломами. Официальный комментарий ГИБДД сегодня нам не предоставили, так как на данный момент по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. В конце прошлой недели практически выгорело деревня Большие комиссары, что в сторону Яевы огонь перекинулся на лес. Пожарные смогли побороть стихию. Об этом и не только расскажет Сергей Коленик в рубрике «Происшествия». В пятницу в 11-м часу утра в деревню вспыхнул дом. К моменту прибытия пламя перекинулось на соседние строения. По итогу сгорели 6 домов. Огнеборцам удалось держать огонь, иначе крупного лесного пожара было бы не избежать. В ликвидации пожара участвовало 14 единиц техники и 42 человека личного состава. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров. Также огнем уничтожены 6 строений. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причины пожара выясняются. В МЧС просят своевременно убирать сухую траву вокруг дачных участков. Также не складировать стеклянную тару возле домов. В субботу в 8-м часу вечера 19-летний водитель Приоры выезжал с прилегающей территории в районе Камского моста. Он не убедился в безопасности своего маневра. Приора столкнулась с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находилась 39-летняя женщина. Водитель автомобиля «Форд Фокус» потеряла управление и допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Сузуки Гранд Витара» под управлением водителя 1965 года рождения. Помните водителя, который летал по городу на синей ладе Калини, а после сбил двоих детей. Один погиб. Накануне его брат устроил гонки по городу, скрывался от инспекторов и чуть было не натворил дел. Инспекторы ГИБДД задержали его. Оказывается, мужчина постоянно ездит пьяным за рулем. Дорожным полицейским он сказал, что и дальше будет летать по городу под градусом. Кстати, он отбывал наказание за решеткой за то, что неоднократно ловился пьяным. В группе, в которой сообщают, где расположены экипажи ДПС, пьяного водителя поддержали. А в адрес инспекторов, которые, возможно, спасли чью-то жизнь, высказались нелестно. В ГИБДД просят водителей не поддерживать группу с расположением постов, быть благоразумными и звонить в полицию при виде пьяных водителей. Сводку происшествий подготовили Сергей Калиник, Степаник Красов. Новости в Верхнекоме. Не остановили даже пули. В минувшие выходные несколько экипажей пытались остановить пьяного водителя. Он не обращал внимания на пробитый бак и колесо, а только гнал вперед по бездорожью в сторону Белой Пашни. Кадры задержания в материале Анны Ширяевой. Будем стрелять! Остановись! Остановись! Применяй оружие! Буквально час до этого сотрудникам ГИБДД поступил вызов. Автомобиль перекрыл проезжую часть и не дает патрульно-постовой службе проехать к месту вызова. Нечеткая речь, ноги еле держат, стойкий запах алкоголя. По внешнему виду ясно водитель пьян. Вы хорошо себя чувствуете? Там машинку-то убирать. Так я толкну ее. Толкнете? Да. Давайте попробуем. Давайте. Я что, против что ли? Проверку документов прошел. Отодвинул автомобиль вручную. Обещал остаться спать на месте и, как сказал, что потерял ключи. Но сотрудники ГИБДД уже научены опытом. Выехав на дорогу с лесной, глушим двигатель и выключаем фары. Не проходят и минуты. Как следом, на высокой скорости выезжает автомобиль марки «Лада Икс Рей». Начинается погоня. Кружим за водителем по населенным пунктам Чупина-Легина. Полчаса окружились по лесу. Водитель явно знает местность. Видимость нулевая. Пыль. Дорога разбита. Водитель едет без фар. Лишь по световым стоп-сигналам и пыли можно было понять, где он. Покружив по лесу, выехали на трассу. Приходится применять оружие. Вроде было. Пробит топливный бак, заднее колесо, но скорость водитель не избавляет. Из Березняков на помощь выехали еще два экипажа. Вновь в лес. В непроезжаемой почти дороге выезжаем в поле, где водитель Икс Рея убегает и пытается скрыться в лесу. Сотрудникам удается его поймать. Колени под себя. Ай, блин. Колени под себя. Боже мой, что я стою. Зачем ехали? В таком состоянии. В каком? Не знаю. Вы, наверное, лучше знаете. Остается прятать лицо, молчать и просить позвонить. Также, помимо этой погони, были проверены документы других водителей и пойманы злоумышленники. Водитель Лады без водительского удостоверения и номеров, который на тросе, вез пьяного товарища за управлением отечественного авто. Анна Ширяева, Сергей Александров, новости верхниками. Следующая новость для автолюбителей. Одна из городских улиц будет перекрыта чуть больше, чем на месяц. Как отмечают специалисты, ограничение движения связано с ремонтом теплосетей. С понедельника 29 мая по 30 июня вводится временное ограничение проезда по улице Циренщикова. Как отмечают специалисты, проезд по нечетной стороне улицы будет заужен. Это связано с ремонтом тепловой сети в границах проезжей и газонной части на улице Циренщикова в районе дома номер 10. Будьте внимательны на дороге, обращайте внимание на знаки и не превышайте скоростной режим. Город, в котором хочется жить. В администрации Березняков прошла пресс-конференция, где были озвучены большие планы по программе «Уютный город», который реализуется второй год подряд по инициативе депутатов-колейщиков при поддержке компании «Уралкалий». Площадки, тротуары и освещение. Подробнее обо всем в сюжете Сергея Калейника. Парижской коммуны 54. Детская площадка появилась здесь в прошлом году. Антивандальная, безопасная. Мясный житель Андрей Плесовский – один из активистов дома. Жильцы вышли на депутата Алексея Рюмкина с просьбой сделать детскую площадку. Благодаря «Уралкалию» мечта осуществилась через несколько месяцев. Перед этим провели собрание собственников жилья, выбрали комплектацию и подрядчика. В целом по городу, как я уже сказал, есть много мест, где можно устанавливать площадки как на муниципальной территории, так и на придомовой. Единственное, что с придомовой – это проведение собрания жильцов. Чтобы все были согласны там корм набрать. Благодаря программе «Уютный город» строятся детские и спортивные площадки. Пешеходные коммуникации, газоны, парковки, освещение. Устанавливаются даже малые архитектурные формы. Программу «Уютный город» инициировали депутаты-калейщики. Хочется, чтобы уютным был каждый сквер, каждый двор, каждый уголок нашего города. Я рад, что в решении этой задачи у городской администрации есть надежные партнеры, надежные помощники. Ход реализации программы обсудили в конференц-зале администрации. Результаты радуют. В прошлом году проделали немалую работу. Если брать только лишь детские площадки, их установили семь. Но в этом году планы куда грандиознее. Площадок будет 15. По инициативе депутатов-калейщиков и поддержке компании «Уралкалий» мы в прошлом году стартовал данный проект. Компания выделила на эти цели более 46 миллионов рублей. Наша цель – это создать благоприятные условия проживания наших граждан в городе. В рамках программы устанавливаются не только детские площадки. Лавочки, урны, освещение, пешеходные коммуникации. Например, в этом году обустроят пешеходный тротуар на «Мира-101». Сделают подход к тропе здоровья со стороны МЖК. Обновят лестницы в трех местах. Сделают аллею между домами «Мира-94-96» и не только. Парковка по улице Потемина-1, там, где находится гимназия. Просьбы родителей, которые подвозят детей в гимназию, всегда говорят о том, что эта проблема очень остро стоит. И для жителей домов рядом, потому что парковки утром занимают. Вот по этому адресу будет установлена парковка на 34 транспортных средства. Программа «Уютный город» показала, что идея депутатов-колещиков о создании комфортной среды при поддержке компании «Уралкалий», содействии администрации города и активности березняковцев вполне осуществима. Благодаря этому наш город станет более благоустроенным и уютным. Сергей Каленик, Сергей Александров. Новости Верхникаме. В этом году на поддержку детей-сирот из краевого бюджета будет выделено свыше 3 миллиардов рублей. Соответствующее постановление было рассмотрено на заседании правительства Пермского края. Все подробности в рубрике «Новости коротко». Увеличение размера выплаты предусмотрено с 1 января 2023 года. Как отмечают краевые власти, в ближайшее время будет произведен соответствующий перерасчет. Так, для детей школьного возраста размер выплаты составит 18 700 рублей. Как отмечает министр социального развития, все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении. Им ежемесячно предоставляют выплаты на содержание, проезд. Также выделяют средства на отдых и покупку мебели. По информации Минсус развития при Камье, сегодня в регионе проживает порядка 10 тысяч детей-сирот, это около 5%. Ямало-Нинецкий автономный округ, Москва и Сахалинская область – лидеры рейтинга по уровню благосостояния семей в 2022 году. Такую статистику привели специалисты РИА Новости. Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или несколько детей. Для расчета складывались две чистые среднегодовые зарплаты. Из полученной суммы вычитался региональный прожиточный минимум. Так, Пермский край занял лишь 25-ю строчку в конце списка Кабардино-Балкария и Ингушетия. Новости, которые говорят все. Студенческая весна в Перми. Национальный финал принимает свыше 3,5 тысяч участников из более 80 регионов нашей страны. Самую большую делегацию представляет наш Пермский край. 118 человек. Каждый день в столице Прикамья работают конкурсные площадки. А профессиональному жюри предстоит оценить свыше полутора тысячи конкурсных работ в 10 творческих направлениях в 54 номинациях. 31 мая у всех участников ждет грандиозный финал, где в рамках фестиваля отпразднуют день рождения Российского союза молодежи. Новости коротко подготовила Екатерина Зибзеева. Для них химия – это не просто наука, а смысл жизни. В это воскресенье город отметил самый важный праздник для Березняков – День химика. По этому случаю в стенах Усольского калийного комбината наградили лучших сотрудников компании. Среди них есть и обладатели почетных наград от Министерства промышленности и торговли России. С лучшими встретилась наша съемочная группа. Первые в своем деле – это про сотрудников компании Еврохим Усольский калийный комбинат. По случаю празднования Дня химика наградили передовиков калийного предприятия. Для меня химия – это вообще, я скажу вам, знаете, полжизни. Почему полжизни? Потому что полжизни мы проводим на работе. Мне химия всегда симпатизировала. То есть для меня это наука, которая позволяет познать мир, изучить. Всегда было интересно. Особенно практика, то есть лабораторные работы. Всегда было интересно что-то смешать, получить какое-то другое вещество. Теория – это одно, а практика, как и здесь, это совершенно другая. Намного интереснее. Как по мне, это магия. Да, очень интересно. На самом деле химик для меня – это молодой человек, который хочет познавать мир, делать его лучше. Столько лет я уже просто проработала на заводе, что я даже вообще не представляю, как в других местах нужно работать. Среди них Владислав Десятов трудится на комбинации третий год. После армии над местом работы долго не думал, помог целевой набор в техникуме. Помимо того, что Владислав добросовестно относится к труду, он принимает активное участие и в спортивных мероприятиях от лица Усольского калийного комбината. Поступил в Еврохим третьего разряда электросрессором. Также я учился от Еврохима на четвертый разряд, на пятый разряд. Также постоянно от Еврохима безопасного труда происходит различные обучения повторные. К слову, за добросовестный труд вручили в том числе и награды самого высокого уровня – от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Почетные грамоты получили пять сотрудников. Сам не ожидал. Для меня это было просто, как так сказать, даже ошеломляюще немножко. Эмоции через край, как говорится. Я очень благодарен тем, кто меня выдвинул в эту награду. Большое спасибо. В этом году Усольский калийный комбинат отмечает свое 15-летие. За небольшой период времени предприятие стало одним из ведущих в крае. Все за счет того, что комбинат оснащен по последнему слову техники и работает здесь несколько тысяч ответственных и добросовестных тружеников. Силами сотрудников Усольского калийного комбината тонны готовой продукции высокого качества поставляют по стране и миру. Генеральный директор Олег Владимирович Ширяев попросил передать слова благодарности коллективу Усольского калийного комбината за то, что вы, мы с вами передовики. Мы те, кто двигает компанию вперед, делает проекты и достигает результат. На Усольском калийном комбинате химики доводят руду до кондиции. Их работа – это завершающий этап общей цели – от добычи руды до ее отправки. Еще раз поздравляем всех с профессиональным праздником и желаем всем причастным успешной работы. Елена Силакова, Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Сегодня в трех школах города было людно началось с сдачи единого государственного экзамена. Сотни одиннадцатиклассников написали работы по русскому языку. В школу номер пять заглянул и наш Евгений Казанцев. Сотни страниц из писанных тетрадей и бессонные ночи с сегодняшнего дня заканчиваются у одиннадцатиклассников. Время сдавать ЕГЭ – самый важный этап аттестации на стал. Среди выпускников сегодня Полина Кожевникова на экзамен настроена серьезно. В будущем планирует стать педагогом, чтобы быть в числе конкурентоспособных абитуриентов. Есть цель – сдать экзамен на максимальный балл. В последний месяц прямо упорная подготовка. А так, ну, прешивало задания. Какие ожидания? Сто баллов. А для чего нужны сто баллов? Для поступления. Сегодня березняковские школьники сдают один из двух обязательных экзаменов русский язык. Без него не поступишь в ВУЗ, да и аттестат не получишь. Как и прежде, проверяют умение работать с предложениями, грамотность, правописание, в том числе морфем, и другие основные правила русского языка. Плюсом выпускники пишут с сочинением. Сегодня в нашем пункте сдают 182 учащихся. Русский язык – самый многочисленный экзамен. 20 аудиторий работают. Все дети явились в полном составе. Мы успешно распечатались. Экзамен начался. После проведения инструктажа для съемочной группы двери закрылись. Больше 200 минут у школьников есть на написание работы. Итоги по плану объявят 16 июня. Чтобы работа считалась успешной, выпускникам необходимо набрать хотя бы 24 тестовых балла. А уже 1 июня студентам предстоит сдавать математику. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Сегодня с 9 утра и ориентировочно до следующего понедельника, 5 июня, в Столикамске не будет горячей воды. Как отмечают специалисты, под плановое отключение попадают 8 домов по улице Северная, дома по Степана Разина, Комсомольской, Матросовой, Большевистской и Добролюбова. Подробнее расскажет Екатерина Зибзеева в рубрике «Верхнеками сегодня». Привет, Верхнеками! Я рубрику, в которой мы каждый день рассказываем о новостях с соседних городов. Как и прежде, начнем с темы благоустройства. В этот раз начинаем с Губахи. Там продолжается ремонт тротуаров. Работы на трех объектах уже завершены. На улице Дегтярева и Космонавтов и по проспекту Октябрьский. Сейчас работы ведутся по Ленина, Космонавтов и Свердлово. А до конца сентября ремонт тротуаров будет выполнен еще на девяти территориях. Как отмечают местные власти, работы проводятся в рамках региональной программы «Комфортный край», куратором которой является Министерство территориального развития «Прикамья». Продолжим тему строительства. В Красновишерске на территории городского стадиона начаты работы по обустройству открытой спортивной площадки с искусственным резиновым покрытием. Площадка предусматривает пространство для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол. Как отмечают специалисты, будет оборудовано освещение, видеонаблюдение и ограждение. Всего на строительство выделено свыше 4 миллионов рублей, три из которых – средства краевого бюджета. Согласно договору, подрядчик закончит работы в срок до 1 июля. Недавно мы рассказывали вам об экологической акции «Про уборка». И теперь самое время подвести небольшие итоги. Уборка заранее выбранных территорий уже прошла в Губахе и Кизеле. 25 неравнодушных жителей на берегу реки Губашка очистили территорию от старых веток и мусора. А в Кизеле масштабный экологический проект прошел на перекрестке улиц Советской и Крупской. Напомним по итогам про уборки. Региональный оператор определит победителей и поощрит муниципалитеты, где на уборку вышло самое большое количество участников, а также территории, которые собрали наибольшее количество мусора. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовили Екатерина Зебзеева и Степан Некрасов. Самозащита без оружия – так расшифровывается самбо, вид спорта, зародившийся в СССР. Его популярность не угасает, а с каждым годом вовлекает все больше молодых ребят. А на первенстве в Орле побывала и наша съемочная группа. Несмотря на возраст участников, накал на татами царил не детский. В субботу в Орле состоялось открытое первенство по борьбе самбо, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования давно стали традиционными, но в этом году масштаб оказался рекордным. Мы их проводим каждый год, но мы проводили их в школе на втором этаже, в спортивном зале. Но так как с каждым годом у нас все больше и больше прибывает спортсменов, спортсмены хотят сюда приезжать, тренера хотят, люди хотят бороться, участвовать, им нравится здесь. Поэтому мы приняли решение в этом году сделать соревнования на открытом воздухе. На стадионе, который был построен совсем недавно, собрались более 80 юных самбистов 9-10 лет. Приехали спортсмены из Соликамска, Березняков, Уссолья и Перми. И по словам организаторов, такое количество участников только начало. Мы начинали с того, что у нас собиралось 40 человек, потом это было 50 человек, в том году это было 70 человек, сегодня это свыше 80. И на следующий год я планирую застилать не один ковер, а чтобы мы застилали два ковра. Уже надеюсь, участников будет более 100 человек. Сесть на удержание и потом взять на болевой. Именно такой тактики придерживался Дима Крайнюк, юный березняковский самбист. Десятилетний спортсмен занимается вот уже три года под тренерством именитого наставника Евгения Юрченко. Что самое сложное вообще в самбо? Что для тебя кажется непростым? Подхваты. А почему они не сложные? Потому что надо правильно поставить ногу, бросить. Что сегодня тебе позволило победить? Неужели соперник слабее оказался? Да, слабее. По технике или физически? Физически и по технике. А что в самбо важнее, техника или физическая форма? И то, и то важно. Радуют, что подобные соревнования становятся традиционными и с каждым годом собирают все больше участников. В Верхнекамье живет спортом, а вовлекаются в физическую культуру ребята с раннего возраста. Евгений Шаров, Сергей Александров. Новости Верхнекамья. Конец весны знаменует выпускные не только у школьников и студентов, но и у театралов. В выходные состоялось закрытие сезона у Березняковского драматического театра. Какую пьесу поставили напоследок, уже знает Евгений Шаров. Жениться или нет? Вот в чем главный вопрос для Ивана Кузьмича, главного героя пьесы Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». Произведение, написанное в 1835 году, описывает жизнь мелких чиновников и считается первой русской бытовой комедией. Иван Кузьмич, заручившись поддержкой своего друга, робко пытается обратить на себя внимание 27-летней Агафьи из богатого купеческого рода. Однако мешает герою проявлять свои чувства несколько факторов. Иван сам по себе человек застенчивый и не знает, как обращаться с девушками, о чем завести разговор. А помимо него, схвататься к завидной невесте приехали еще трое деловых женихов. Пьеса была поставлена режиссером Петром Незлученко на закрытие 87-го театрального сезона Березняковского драматического театра. Постоянный и верный зритель постановку принял с любовью. Превзошел прям все-все-все, что я до этого видела. Как закрытие сезона? Ну хорошо. Как вы думаете, этот спектакль не подходит для того, чтобы сезон закрыть? Да, и открыть тоже. Отлично. Как закрытие сезона? Очень супер. Потрясающе, как всегда. Отлично, очень понравилось. Очень-очень-очень понравилось. Глубоко, со смыслом, с юмором. Впрочем, как всегда, в нашем вот этом любимом. Здравствуйте. Как вы считаете, этот спектакль подходит для того, чтобы сезон закрыть? Да, подходит. Очень интересно. Нам понравилось. Мы здесь и не будем. Еще придете? Придем обязательно. Спасибо большое. Закрытие сезона традиционно сопровождалось подведением итогов и награждением артистов. Лучшей актрисой стала Мария Сидорова, а титул лучшего актера в шестой раз получает Денис Ерегин. Дорогие друзья, мы завершаем наш 87-й театральный сезон. И я прошу пройти на сцену труппу театра и директора Юрия Юрьевна Филорусову. Прошедший сезон был плодотворным для нашего театра. А на театральных подмостках ставились спектакли от Шекспира до Гоголя. Восстанавливались старые и любимые всеми постановки и проводились гастроли. Помимо этого, в очередной раз Березняковский драматический театр вошел в фонд «Лист золотой маски». С нетерпением ждем следующего сезона. Желаем артистам оставаться в форме и продолжать радовать зрителя театральным искусством. Евгений Шаров, Сергей Александров. Новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту тнт.нсобакамайл.ру или по телефону 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на доставку еды. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Далее вас ждет прогноз погоды, а я же с вами прощаюсь. В студии работала Елена Силакова. Всего вам доброго и хорошего вечера. Спонсор погоды – компания «Лига». Изготовление печатей и штампов. Город Березняки, улица Ленина, 47, офис 243. Во вторник, 30 мая, синоптики прогнозируют на малооблачную погоду. В Березняках ночью плюс 19, днем плюс 23 градуса. В Соликамске ясно плюс 24. В Александровске малооблачно и плюс 23. В Губахе безысадков 22 градуса. И в Кизеле ясно плюс 22. 30 мая ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Печати штампы не проблема. Если знаешь, где достать, станет бизнес беспроблемный, если в лиге заказать. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березняки, проспект Ленина, 47, офис 243.